Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, почему горчит молоко. В наших выпусках о пользе и вреде молока, о здоровом образе жизни, зачастую наши зрители задают этот вопрос. Настоящее ли теперь молоко продают в магазинах? Что такое молоко, произведенное массово на фермах и производимое на молочных комбинатах? Можно ли его вообще употреблять в пищу и так далее? На сегодняшний день в средствах массовой информации распространяется масса всевозможных мифов и даже, я бы сказал, лжи о молоке, о его вредных свойствах, о том, что сейчас молоко сплошной суррогат и так далее, и так далее. Качество молока, производимого на молочных производствах и на фермах, там, где его непосредственно производят, потом уже на заводах разливают, перерабатывают, конечно же, зависит в первую очередь от совести тех производителей, которые выпускают подобного рода продукты в продажу. Конечно, не исключены случаи суррогата, не исключены случаи фальсификации, не исключены случаи недостоверного указания сведений на упаковке и так далее. Однако, такие случаи не являются массовыми и не носят массовый характер. Я, конечно, не скажу за всю большую, одну шестую часть мира, и уже, тем более, за весь мир, но за Республику Беларусь уж точно поручусь, что здесь у нас контроль за производством молока и за качеством молока очень и очень высокий. При этом многие сталкиваются с тем, что молоко начинает горчить. Спрашивают, конечно, является ли это признаком низкого качества молока, почему оно горчит, и можно ли такое молоко употреблять в пищу. Дело в том, что молоко может горчить по различным причинам. Есть несколько причин, по которым молоко может горчить в свежем виде, то есть молоко, которое еще не подвергалось хранению. Наиболее распространенным таким видом горечи является горечь, связанная с кормами. Либо в кормах присутствуют растения, придающие горечь молоку. Это в большей степени касается молока из частных подворьев и маленьких ферм. Где-то был выпас, где-то были растения, например, полынь или еще какие-то, которые придают молоку горький вкус. Коровы, соответственно, ели или козы это молоко, и эту траву, эту полынь давали горькое молоко. Ну, такое молоко пить не опасно, просто неприятно. С другой стороны, на более крупных предприятиях могут употребляться животными корма уже испорченные, которые были приготовлены неправильно. Одним из виновников такой порчи силоса, в частности порчи кормов, является масляно-кислая палочка. Масляно-кислая палочка сродни молочно-кислым палочкам, бактериям, которые живут в молоке и превращают молоко в простоквашу. Однако же она является нежелательным агентом, элементом в силосе, приводит к его порче, приводит к накоплению горьких веществ, и эти вещества, впоследствии при скармливании бедным голодным коровам, могут попадать также в молоко. То есть вторая причина – это некачественная корма. Конечно, такое молоко лучше не употреблять в пищу. Следующей причиной, которая может быть связана с горечью, – это болезнь самих животных. Как правило, болезни печенью животных, они, к сожалению, тоже страдают от болезней, может приводить к накоплению таких горьких веществ и придавать горечь молоку. Конечно, это скорее экстраординарный случай, нежели чем некая практика, но это редкость теперь, особенно в контролируемых условиях. Опять же, с такой горечью может столкнуться только когда вы покупаете молоко на частных подворьях, потому что случаи в массах, когда сотни коров заболели одновременно, ну, это большая редкость, это практически невозможно. Следующая причина, по которой молоко может горчить, – это наличие там антибиотиков. Некоторые антибиотики, такие как левометицин, и хлорамфиникол, он еще называется, обладают острым, резким таким горьким вкусом даже в очень большом разбавлении. При попадании таких антибиотиков в молоко им может придаваться горький вкус. Однако, скажу вам точно, что в настоящее время на продвинутых фермах и, насколько мне известно, в Республике Беларусь не используются уже теперь такие антибиотики для лечения и профилактики заболеваний у крупнорогатого скота и у коз. Поэтому шансов, что хлорамфиникол или подобного рода антибиотики попадут в молоко, очень маленькие. Это что касается молока, произведенного на молочных комбинатах. Опять же, если вы берете молоко в частном хозяйстве и ощущаете остро горький вкус, горчинку в свежем молоке, то, конечно, можно заподозрить, что хозяева там используют все еще эти старинные антибиотики. Они все-таки продаются для каких-то целей определенных в практике своего животноводства и производства молока. Ну, естественно, что от такого молока лучше всего отказаться. Вторая причина горечи – это горечь, которая появляется в результате хранения молока. Существует на сегодняшний день несколько типов молока, которые производятся на заводах. Самое привычное с советских времен нам еще – это нормализованное молоко. Нормализованное – это не означает, что оно произведено из сухого молока. Это означает, что оно доведено другими молочными продуктами до стандартной жирности. На сегодняшний день производство выпускает молоко с разной жирностью. Соответственно, они прибавляют или сливки для повышения жирности молока, или пахту, то есть продукт, который получился в результате удаления молочного жира из цельного такого сладкого молока, для того, чтобы понизить эту жирность. Ну, то есть доводят эту жирность до необходимых цифр. Это называется нормализованное молоко. Это абсолютно нормальный, хороший, полезный продукт. Так вот, вот это все нормализованное молоко, и у него есть разные категории избавления от микроорганизмов. Самое привычное – это пастеризованное молоко. Это означает, что это молоко нагревалось до такой температуры, при которой могут погибнуть и погибают различные гнилостные микроорганизмы. При этом молочнокислые организмы здесь не погибают. При хранении такого молока оно скисает. То есть даже если вы его в закрытом состоянии будете хранить, оно рано или поздно скиснет, но гораздо раньше, чем другие виды молока. Второй вид молока, который сейчас приобрел огромную популярность – это ультрапастеризованное молоко. В ультрапастеризованном молоке, вот такое, например, или какое-то другое, но чаще всего ультрапастеризованное молоко разливается или в коробке, или в вот такие бутылки. Это молоко практически избавленное от микроорганизмов, в том числе кисломолочных. Однако некоторое, очень небольшое количество кисломолочных организмов мы здесь обнаружить можем. Вот если мы посеем на чашке Петри вот такое молоко, мы увидим множество кисломолочных организмов и даже разных. Вот здесь вот преимущественно остаются только мелкие термофильные стриптококи, которые превращают молоко в простоквашу, совершенно безвредные и даже полезные для нашего организма. Но сроки годности этого молока, за счет того, что оно не только нагревается, но пропускается через бактериальные фильтры, это нормальная, хорошая практика механического избавления молока от нежелательной микрофлоры. Благодаря этому оно может храниться очень долго. Ну, например, вот это хранится с 26.11 по 11.12, то есть там 3 недели. Это вообще, конечно, очень долгий срок для молока. Вот такое молоко с 29.11 по 8.12. Конечно, срок его годности гораздо меньше. Третья группа молока – это стерилизованное молоко. Стерилизованное молоко по определению при посеве на чашке Петри питательной среды вообще лишено какой-либо микрофлоры. В этой связи, вот это касается и таких больших коробок, и вот такого детского стерилизованного молока для деток маленьких, для раннего возраста, оно вообще не содержит никакой микрофлоры. И хранится, конечно, очень долго. Вот это хранится с 0.05.08 по 0.01.02. Ну, то есть, видите, уже сроки годности очень большие. И это произведено было в начале ноября, а хранится до начала мая. То есть полгода оно хранится спокойно. При этом нарекания, как раз зачастую в отношении того, что молоко в процессе хранения начало горчить, касаются именно от молока с длительными сроками годности. Но могут быть нарекания в отношении пастеризованного молока и даже молока, которое произведено в частных хозяйствах и не подвергалось каким-либо дальнейшим обработкам. Ну, то есть, цельное молоко непосредственно от коровы. Виновником всему те же самые маслянокислые бактерии. Дело в том, что вот поскольку здесь конкурентной микрофлоры маслянокислым бактериям очень много, шансы, что вот такое молоко будет горчить в процессе хранения, очень небольшие. Здесь начнет бурно развиваться, особенно если в тепле хранить такое молоко, кисломолочная микрофлора. Она резко и сразу повысит кислотность этого молока, не дав шанса маслянокислым бактериям здесь маслянокислым палочкам развестись и придать горечь этому молоку. Надо сказать, что это, в общем-то, те же самые маслянокислые бактерии, которые могут жить в силосе, а также те бактерии, которые придают неприятный запах нашему зеленому удобрению, когда мы делаем травяную бродиловку, не прибавляем туда ни сыворотку, ни рассол капустный, ни байкал, ни какие-то еще препараты. Именно вот эти маслянокислые бактерии придают и неприятный горький запах молоку. Разумеется, что чем меньше кисломолочных бактерий в молоке, в ультрапастеризованном молоке, в стерилизованном молоке, тем больше шансов у маслянокислых бактерий здесь развестись, придать неприятный такой тухловатый запах молоку и очень резко горький вкус. При этом вкус, сам по себе горький вкус, может предшествовать возникновению запаха и определению, что молоко, очевидно, испорчено. То есть у стерилизованного молока, в том числе и детского молока, шансов стать горьким от действия этих бактерий гораздо больше, чем в таком вот пастеризованном молоке. Дело в том еще, что маслянокислые бактерии являются споровыми, в отличие от молочнокислых бактерий. Они образуют споры, поэтому в окружающей среде они являются гораздо устойчивыми и могут даже переносить кратковременное кипячение, эти споры. Поэтому, особенно если вы молоко прокипятили и храните, то тоже в нем могут легко развестись эти маслянокислые бактерии, но в отсутствии конкурентной микрофлоры, кисломолочной флоры. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваше молоко скисло, если вы его попробовали, оно уже чуть-чуть кисловато, даже в этом случае добавьте туда ложку сметаны, ложку сыворотки, ложку кефира, ложку простокваши, ну то есть какого-то продукта, который может быть использован как закваска, как источник большого количества хороших полезных кисломолочных бактерий. Что же делать с таким молоком, которое приобрело горький вкус? С одной стороны, маслянокислое брожение не является таким опасным, отравиться таким молоком практически невозможно, за исключением случаев, когда уже накопление этих продуктов достигло такой фазы, когда это молоко, в общем-то, уже неприятно употреблять в пищу. На нем можно пожарить блины, на нем можно приготовить какие-то другие продукты, хотя, конечно, от такого горьковатого привкуса вы не избавитесь, скажем, но тот же суп молочный варить на таком молоке нежелательно. Если это лето, разбавьте это молоко в 10 раз, полейте ваши растения, это будет дополнительным источником азотного питания, кальция, особенно для томатов и других растений, которые чувствительны к недостатку кальция. Но старайтесь не хранить долго молоко, даже после вскрытия, если у него даже длительный срок годности. Помните о том, что там может сохраняться маслянокислая микрофлора, которая может привести к нежелательной порче молока и к появлению таких вкусов и запахов, которые не позволят вам использовать это молоко в дальнейшем. Но еще раз повторюсь, что опасности для здоровья какое-то серьезное такое молоко не представляет, не стоит этого бояться. Нужно мыслить об этом ясно и использовать молоко так, как диктуют вам конкретные обстоятельства. Надеюсь, я ответил на заданные ранее мне вопросы. Если что-то осталось неясным, непонятным, или вы хотите задать мне какие-то вопросы дополнительные, пожалуйста, оставляйте их под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить наши выпуски. До новых встреч!